Ковровский военный оркестр под предводительством майора Новикова открыл день знаний в филиале Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ. В этом году за парты вуза сядут 183 первокурсника. Приехали они во Владимир из разных уголков страны. Есть ребята из Москвы, Иваново, Хабаровска и многих других городов. И даже из Чукотки. Я считаю, что во Владимире, если говорить о профессии юриста, то это, наверное, один из лучших вузов, которым стоит ее получать. Мне как бы нравилось то, что здесь очень много практики, преподавательский состав. Это действующие юристы, то есть не просто теория, а еще и практика. Если это юристы, то они будут проходить практику во всех правоохраненных органах нашей области. Это следственный комитет, это ОВД области, это судебная система, это органы прокуратуры, это адвокатура и так далее. У нас заключено соглашение с законодательным собранием области буквально в прошлом году. Спикер законодательного собрания Киселев Владимир Николаевич встречался с нашими студентами. Студенты наши постоянно посещают законодательное собрание, знакомятся с работой комитетов, всего аппарата законодательного собрания. В академии получают второе высшее образование и известные спортсмены. К примеру, боксер Александр Поветкин, Эдуард Трояновский и Сергей Харитонов постигают специальность государственные и муниципальные управления. Также на управленца учится директор футбольного клуба «Торпедо» Дмитрий Визьмекин. У него заочная форма обучения. Дмитрий перешел на второй курс, говорит, что первые две сессии для него прошли успешно. Выйдя с футбольного поля, пришлось занять должность директора, а навыков до этого не было. Поэтому я решил, что какие-то навыки руководителя нужно получить. Знаете, когда проходит сессия, очень интересно. Узнаешь много нового. Я посещаю все занятия по возможности, да, то есть если только куда-то не отъехал. Поэтому мне интересно. «Ранхикс» — это не только учебная деятельность. Студенты Академии играют в КВН. Недавно была создана мини-футбольная команда. А уже в этом году планируется создание хоккейной сборной. Максим Палагин, Александр Горшков, Губерния 33. Максим Палагин, Александр Горшков, Губерния 33.